МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Центральной библиотеке стартовал ежегодный фестиваль «Видное город читающий». Не узнаете? Да ты сейчас не все улицы переберешься. Противащие погиб. Накольная? Улица школьная. Молодые родители теперь получают подарок от губернатора Подмосковья. Попала на 1 сентября, и это не может не радовать, потому что мы попали на такую классную программу. Продолжение поэтической акции «Стихи живут». В речке биться, плещется, водится, и прохладой дышит белый лес. В Центральной библиотеке города Видное стартовал ежегодный фестиваль «Видное город читающий». Одними из первых в нем приняли участие ученики видновской прогимназии. Но не книги они пришли читать в библиотеку, а показать свои знания истории и культуры видновского края. Свидетелями непримиримой борьбы в исторической викторине стала и наша съемочная группа. Фестиваль «Видное город читающий» проходит уже в десятый раз. Начался он с проведения викторины, где участникам было необходимо ответить на ряд каверзных вопросов. Но запланированы и другие мероприятия. Каждый день в библиотеке, начиная с сегодняшнего понедельника по воскресенье, каждый день мы ждем наших читателей на какие-то вот такие интересные вещи. Команда девочек называется «Дельфины». Мальчики выбрали себе название «Ленин». Кто первый поднимет флаг, тот и отвечает. По какому виду спорта видновская команда, единственная в Подмосковье, православие города, Ленинский район, на месте Советский Союз России на всю Европу? Пожалуйста. Фотобол, конечно. Особые испытания по старинным фотографиям узнать место в Ленинском районе здесь показывали и горки Ленинские, и Расторгуевые, и, конечно, старые улицы Видного. Улица какая? Садовая. Нет. Это Горьевская? Нет. Не узнаете? Да ты сейчас все улицы переберешься, нет? Школьная? Улица школьная. Несмотря на некоторую сложность, именно такие вопросы нравились детворе больше всего. Впрочем, организаторы постарались сделать так, чтобы вся викторина была увлекательной. По-разному было, ну, сложно, не сложно. Больше всего мне понравился вопрос, ну, вопросы, где нам показывали фотографии, мы должны были угадать, ну, название улицы, название памятника. Были, конечно, некоторые сложности, но о том, ну, что я знаю, я, в общем, интересно было вообще на все вопросы отвечать, все узнавать новое. Сложно, но весело, вопросы мне понравились, вот, смотреть на картинки, отвечать, что на них было нарисовано. А вопросы так и сыпались. В честь кого названа улица Гаевского, что символизирует герб города Видное, в каком году образовался Ленинский район. Вопросы звучат довольно каверзные. Справедливости ради стоит отметить, что не каждый взрослый житель муниципалитета смог бы ответить на многие из них. Но ведь цель этого мероприятия – не только проверить знания о родном крае, но и узнать что-то новое. И нового узнали действительно немало. Это показал и опрос участников сразу после викторины. Как у нас называется железнодорожная станция и в честь кого она названа? В честь Расторгуева. А кто был Расторгуев? Купцом. Ты помнишь, какая волшебная птица была символом московского коксогазового завода? Да, помню. Птица Феникс. А где же находится у нас фонтан с мостиком? Около… в детском городке. На фестивале «Видный город читающий» рады всем, а его кульминация обещает быть особенно запоминающейся. Праздник читателей, который состоится в пятницу. Здесь, у центральной библиотеки, где будет парад читателей. Наши юные читатели придут в каких-то образах своих, они поделятся своими девизами, речевками. А дальше их ждет занимательное развлечение, где-то тоже мастер-классы, фото-зоны, маленький квест. Так что мы с удовольствием ждем всех. Праздник состоится в 13.00. Так что, если дружите с книгами, приходите обязательно. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. По инициативе губернатора Московской области с 1 сентября родителям новорожденных вручается подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. Наша съемочная группа побывала на вручении такого набора счастливым молодым родителям. В семье Данила и Дарьи Кухаревых свершилось долгожданное событие. Родилась дочка Есения. В день выписки собрались самые близкие – родители молодой пары, родственники и друзья. Счастье. Все, у меня других слов нет. Это просто счастье. Приятным сюрпризом стал подарочный набор для новорожденных под названием «Я родился в Подмосковье». С 1 сентября он вручается по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В комплект подарка входит более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка. Одежда, средства ухода, аптечка, игрушки. Общий вес коробки свыше 10 килограммов. Изначально я была готова к этой коробке, потому что знала, что будет у нас в сентябре появление Есени. Чуть-чуть раньше она появилась, но попала на 1 сентября, и это не может не радовать. Потому что мы попали на такую классную программу. Право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Кстати, теперь все документы можно оформить сразу в любом областном учреждении родовспоможения. Пока они лежат с ребеночком, адаптируются, за это время они регистрируют своего ребеночка и получают такую комплексную услугу, как свидетельство о рождении при выписке, полис ОМС, СНИЛС, ИНН. Возможно, если пациентка на госуслугах зарегистрирована и знает свой пароль-логин, прикрепляется к детской поликлинике, оформляется материнский капитал и становится на очередь в детский сад. Дарья Кухарева воспользовалась предложенными услугами и при выписке уже имела на руках весь пакет документов. «Безумно удобно, потому что, находясь в родильном центре, ты, по крайней мере, успеваешь что-то еще сделать, когда еще за твоим ребенком может кто-то посмотреть, потому что здесь есть медсестры, детская комната, которые могут последить за ребенком, если что, даже накормить, запеленать и что-то все такое». Видновский перинатальный центр давно занимает ведущие позиции по качеству оказываемых услуг и является главным центром в южной части Московской области. Ежегодно здесь появляются на свет около 6 тысяч детей. Постоянно обновляется медицинское оборудование и вводятся современные методики. Рожать сюда приезжают также из других регионов России. Дмитрий Книга, Константин Брулов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Когда бессильны лекарства и обычная медицина, за дело берутся лошади. Ипотерапия дает поразительный эффект при множестве заболеваний. О том, какие результаты приносят занятия на манеже, расскажет Екатерина Коваленко. Красота и грация, свобода и скорость – это все о ней, о лошади. А еще здоровье, ипотерапия, а именно так называется уникальный метод оздоровления, основанный на лечебно-верховой езде, известен с давних времен. Перечислять плюсы ипотерапии можно практически бесконечно. Мышцы в тонусе, хороший кровоток, отличная координация. А какая становится осанка? Еще доверчивые и дружелюбные лошади дарят мощный заряд энергии и прекрасное настроение. Такой себе доктор на четырех ногах получается. И лечить он может немало болезней. Метод действительно уникальный, он полезен и для инвалидов. Мы занимаемся с детьми взрослыми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональной сферы. То есть это детишки с аутизмом, детский церебральный паралич, рассеянный склероз, задержка психоречивого развития. Павел Дятлов – неоднократный призер различных паралимпийских соревнований. Уже 10 лет он катается верхом, и диагноз ДЦП не стал помехой. Давай вокруг меня, вот налево. Плаго. Такой помощь, дистанцию держишь. Так, хорошо. Вот-вот-вот, есть ли шпиль пальчики у меня, руки пошевелят, пошевелят. Налево, пошевелят, право, как перетягивать. Лево-лево пошевелят. Ага. Раз в неделю Павел приезжает в национальный конно-спортивный парк «Русь» на занятия. Благодаря многочисленным тренировкам он уверенно чувствует себя в седле, и грациозное животное помогает преодолевать ему страхи и тревоги. О своей напарнице, белоснежной Фаридье, молодой человек говорит с придыханием. Это самая умная кобыла нашего клуба, которая понимает человеческую речь, и может, соответственно, выполнить даже то, что можно просто попросить ее сделать. Частенько на соревнованиях она, соответственно, чувствует, что мне, вот, допустим, я нахожусь в таком предсоревновательном, соответственно, состоянии, то есть у меня небольшой мандраж там. Она все равно, она как партнер, как друг, она старается это сгладить. Она, вот, я в нее сажусь, она вот как будто говорит, все спокойно, мы сейчас проедем. Приходят на ипотерапию и совсем крошки. Таисии всего пять, но за плечами у маленькой наездницы уже полгода тренировок на манеже. До этого были танцы, бассейн, гимнастика, но верховая езда вытеснила другие увлечения. Особое удовольствие-то и для мамы Таисии. На каждое занятие ее дочка бежит с горящими глазами. Всегда встреча с лошадью – это радость. Это радость, это счастье. Голиаф стал нашим другом, то есть постоянные разговоры, когда мы поедем у Таисии к нему, когда мы будем его кормить. Да и сами занятия, конечно, очень влияют на развитие. Как я говорю, такая мини-школа на лошади. Пройти свою школу на лошади может каждый желающий. Благо ехать далеко не нужно. Коноспортивный парк «Русь» расположен в Ленинском районе. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видно ТВ. Стихи живут и продолжают дарить нам красоту поэтического слова. В этом уверены автор одноименного проекта Наталья Замарина и его участники. В литературной акции, посвященной юбилею Ленинского района, уже приняли участие десятки видновчан. О том, в чьем исполнении стихи о родном крае прозвучали на этот раз, узнаем из сюжета Татьяны Брыловой. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот. Или вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой. Каждое из этих стихотворений было написано о своем, о любимом и близком, о родине. Самые юные участники проекта «Стихи живут» сегодня тоже будут рассказывать стихи о своей родине, о городе Видное. Этот день нам очень-очень дорог, но волнует нас один вопрос. Как родился наш прекрасный город? Кто его в подарок нам принес? Кто работал днями и ночами, не бежал от бед и непогод? Кто своими сильными плечами подержал над видом небосвод? Ведь к любой работе были рады, съехали со всех концов земли. Слава героическим бригадам, что наш дивный город возвели! Возможно, читая наизусть эти строчки, дошколята пока не могут представить себе ту историю, которую хотел рассказать автор в стихотворении. Но коренные видновчане легко вообразят себе далекое прошлое видного – улицы юного городка, скверы и площади. В речке биться, блещется, водится, и прохладой дышит белый лес. В яблонях твоих щебечут птицы, и сияет солнышко с небес. И гуляют солнечные блики по зеленым улицам твоим. Город мало может быть великим, если горожанами любим. Если любишь, это сразу видно, по счастливой трудовой судьбе. Мы растем сегодня вместе с видном. Мы цветем сегодня вместе с видном. Город долгих-долгих лет себе. Наталья Замарина решила, что дети в созданный ею проект «Стихи живут» принесут нечто особенное, искреннее. Она твердо уверена – с любви к поэзии начинается жизнь каждого из нас. И все эти караваи, и все эти сороки-вороны, родные, рожденные для забавы, обостряют нашу детскую потребность в стихотворном слове. Столь острую в детстве, как потребность в воде, в воздухе, в еде. Мы этого не осознаем. Но народное творчество, стихотворное творчество является хорошим проводником для начинающего человека в мир родной речи. О стихи о родном городе, крае воспитывают чувство любви к месту, где родился. У каждого из наших маленьких героев есть любимый уголок в городе. Это детский городок. А почему? Просто там аттракцион есть. У меня самое любимое место – гулять в пруду. Только там работы идут. Но они скоро закончатся. Ну да. Ты снова? Буду гулять там, уточек кормить. Видно, мне нравится гулять около искры. Жду, когда построят детскую площадку. Я люблю очень Измаева, потому что я люблю там кормить животных. В эти дни в детском саду детям рассказывают об истории Ленинского района и города Видное. А участие в проекте историко-культурного центра стало интересным этапом в этой работе. Мы очень были рады, что нас пригласили в такой проект, что доверили такое важное дело. И, конечно, сразу же начали подготовку. С этими чувствами, которые мы сейчас приемом с детства, они пойдут по всей жизни воспитывать чувство прекрасной любви, уважения к родине, к родному краю. Я считаю, очень важная задача дошкольного воспитания. А проект «Стихи живут», посвященный 90-летию нашего Видновского края, будет и дальше шагать, приглашая в свои ряды людей, порой далеких от поэзии, но любящих всем сердцем свою малую родину. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Череду праздничных мероприятий в муниципалитете продолжили в горках Ленинских. Жители поселения широко отметили день рождения своего исторического края. В этом году поселку исполняется 475 лет. Анастасия Воронина расскажет подробнее. В Ленинский район входит поселение с такими древними корнями, как горки Ленинские. Одному из самых достопримечательных и заповедных мест исполнилось 475 лет. В этот торжественный день для жителей организовали развлекательную программу и праздничный концерт. Дети и взрослые смогли принять участие в интересных мастер-классах, посмотреть выставку прикладного искусства или почувствовать себя, например, в роли художника, а также попрыгать на батутах и сделать необычный аквагрим. Хороший праздник, море позитива, все нравится, такая компания теплая, в общем, все хорошо. Нам все очень нравится, все очень красиво и организация была на высшем уровне. Мы здесь первый раз, мне все очень понравилось. Вообще замечательный концерт. По уже сложившейся традиции в честь юбилея поселения многих жителей наградили благодарственными письмами, почетными грамотами и памятными подарками. Я хочу пожелать жителям горок Ленинских не только поселка, а всего поселения мира, добра, удачи, чтобы они динамично развивались, чтобы исполнялись их мечты, чтобы все задуманное вот когда-то получилось. Я желаю, чтобы этот год для горок Ленинских был не забываем, чтобы люди из других городов приезжали и смотрели все красивые места из горок Ленинских и как раз длились впечатлениями своими. Счастья, радости, здоровья с этим веселым праздником и чтобы каждый год праздновали как можно больше людей и были счастливы, здоровы и веселы. Теплые слова в адрес виновников торжества были не только услышаны, но и написаны самими жителями поселения. Я тоже решила поздравить с днем рождения горки Ленинские и пожелать им процветания и благополучия. Весь день творческие коллективы и артисты радовали зрителей своими яркими выступлениями. А вечером, когда уже солнце зашло за горизонт, началась праздничная дискотека. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Желаю вам хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова